Мера жесткая, но вынужденная. Часто все сроки выходят, люди сидят без воды, из-под земли бьют гейзеры, рабочие не торопятся приступать к ликвидации коммунальной аварии. Вопросы у департамента ЖКХ возникают Кволжская ТГК, Самара Водоканала и большинство управляющих компаний города. Инициативу мэрии по увеличению штрафных санкций рассмотрят в областном парламенте. На Думу сейчас готовятся документы о пятикратном увеличении штрафных санкций за нарушение сроков проведения плановых работ по вскрытиям. Тоже передайте, пожалуйста. Касается всех. Требуются управляющих компаний содержание в чистоте городских фасадов. Бороться с уличными художествами решили с помощью современных технологий. 149-й дом по улице Победы – первый участник эксперимента под кодовым названием «Антиграффити». Управляющая компания покрыла стены пятиэтажки специальной пленкой, которая должна была защитить фасады от художеств. Но спустя два дня новая надпись въелась в стены. Краска, да, она не оттирается, уже которая новая, уже нарисована там надписью. И скребли, стирали водой, мыльной, она не стирается. Скребается вместе с тукатуркой. Эффект она не дала никакого. В причинах, по которым антивандальное покрытие не помогло, теперь разберется комиссия. То ли нарушение технологии нанесения, то ли некачественный материал. В департаменте ЖКХ заявили, финансировать неудачные эксперименты не будут. Мария Иваткина, Артем Сулайманов, ГИС, События.